Анамнез. Более пяти лет назад произошло резкое, в течение месяца, падение веса, около 25 килограммов, начались запоры, постоянные сильные боли в нижней части, по большей части слева живота. Боли отдают в бедро и далее в ногу. Многократно проводились обследования, ФГС, колоноскопия, рентген позвоночника, УЗИ, КТ, МРТ, поставленные диагнозы, хронический панкреатит, хронический колит неуточненный, синдром раздраженной толстой кишки с запорами, дисбиоз толстой кишки, дискензии толстой кишки по смешанному типу, дали сигма, трансверзапрос, хронический холецистит с дискензией желчного пузыря по гипомоторному типу, киста правой доли печени, киста левой почки, признаки гемангиомы тела Л1 позвоночника. Неоднократное терапевтическое лечение в стационаре областной больницы, амбулаторных результатов не дали. Описание представленных КТ-томограмм пациентки 59 лет от 23 января 2020 года. Область исследования, виртуальная колоноскопия, брюшная полость, премультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерных реконструкций. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Толстая кышка визуализирована на всем протяжении. Поперечная кышка удлинена, нижний край ее на уровне тела Л4, в области селезеночного угла, кышка формирует выраженный перегиб. В остальном ход ее не деформирован, просвет в пределах возрастной нормы, гаустро-цеи сохранена. Патологические образования в просвете и стенках кишки не выявлены, окружающая кишку, жировая клетчатка интактна. Печень кокт минус 110 мм, кокт 42 мм. Контуры печени четкие, ровные, нативная плотность диффузна неоднородно плюс 35 плюс 64 ху, желчные протоки не расширены. В С8 визуализируется простая киста размером 8 на 7 на 5 мм. Желчный пузырь обычных размеров, правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без рджа контрастных очагов. Поджелудочное железо размером 22, 24, 26 мм, с четкими контурами. Паренхима диффузна неоднородна, нативная плотность плюс 36 плюс 71 ху, в структуре единичные мелкие до 2-3 мм кисты. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка фиброзно изменена. Справа надпочечник не увеличен, обычной структуры. В теле левого надпочечника выявлено мягкотканое образование размером 20 на 14 на 14 мм, нативной плотности до минус 8 плюс 25 ху. Почки не увеличены, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранифральная клетчатка структурная. Рентген-контрастные конкременты не определяются. В синусе левой почки простая парапеливикальная киста размером 21 на 11 мм. В синусе также выявлена простая киста 11 на 6 мм. Рентген-контрастные конкременты в желчной пузыре, почках, мочевыводящих путях не выявлены. Визуализируются немногочисленные параортальные лимфоузлы размером до 10 на 6 мм, множественные мезентериальные лимфоузлы диаметром до 5-6 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Поясничный отдел позвоночника, умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения, явления субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков, снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении, тенденция к формированию клювовидных разрастаний и дорсальных выпячиваний межпозвонковых дисков в просвет позвоночного канала. В левой половине тела L1 гемангиома размером 17 на 15 на 14 мм. Правосторонняя сакрализация L5 тип 3 апокастелви. Заключение, КТ-картина не позволяет исключить болезнь Пайера. КТ-картина диффузных изменений ткани печени, кисты печени. КТ-признаки хронического панкреатита. Минимально выраженная лимфоиденопатия живота. Кисты левой почки басниак 1. Образование аденома, левого надпочечника. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного и поясничного отдела позвоночника. Гемангиома тела L1. Правосторонняя сакрализация L5 тип 3 апокастелви. Рекомендовано ФКС, консультация гастроэнтеролога, хирурга, комментарий рентгенолога. В области селезеночного, левого, угла, толстая кышка у вас имеет несколько избыточный перегиб, что затрудняет прохождение пищевого комка по кишке и вызывает жалобы, похожие на ваши. Это называется болезнь синдром Пайера. Чаще он выявляется у детей, но иногда и у взрослых встречается. Раньше это хорошо было видно на ирегаскопии, сейчас ее практически не делают. Я бы посоветовал сделать обычную фиброколоноскопию, там это тоже видно. Кисты печени и левой-левой почки особого значения не имеют. В левом надпочечнике небольшое образование, по всей видимости аденома, угрозы в ней нет. С этим нужно к хирургу, иногда такие аденомы удаляют. Чуть увеличенные лимфоузлы в животе, это скорее следствие изменений в кишке, некий велотекущий воспалительный процесс. Нижний поясничный позвонок формирует дополнительный сустав с крестцом, справа, что тоже вызывает боли в области поясницы. Ну и конечно множественные межпозвонковые грыжи, здесь лучше МРТ сделать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...